Девушки отдыхают У этого будет 10 тысяч удой когда-то, когда нас не будет. И у тебя будет футбол когда-то. И ничего удивительного, я смотрю чемпионат Европы. Все мы могли бы делать, если бы мы физически были готовы. Но мы физически не готовы. Посмотри, испанцы играют. Худенькие, подтянутые, аккуратненькие. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Дорогие друзья, честно говоря, давно готовился приехать в Дзержинск. Много меня, ваши земляки, которые рядом работают, ориентировали на то, что и там плохо, и там надо что-то сделать, и что-то надо подтянуть, что-то построить. Время позволило, уборка еще массовая не началась. Я подумал, что надо побывать в этом городе. Какая перспектива города? Это город спутник, Минска. Мы будем очень серьезно этот город развивать. Мы не только здесь будем строить производственные мощности, заводы, фабрики, развивать сельское хозяйство. Оно у вас в неплохом состоянии. В принципе, два хозяйства делают всю погоду. Дзержинскому району я проблем не вижу по селу. Что касается промышленности, здесь достаточно предприятий. С Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики. Прежде всего, в городах многодетное, военное и арендное жилье для предприятий. Что касается самого спутника, я думаю, что в следующей пятилетке мы начнем, а может и реализуем нашу давнюю мечту. Мы должны быстрым транспортом связать эти города. Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи должна быть дорога железная, а по ней должны ходить очень быстрая техника. Может, это будет как метро, поезда, может, там еще что-то придумаем. Но чтобы за 20 минут человек из Дзержинска мог доехать до Минска, тогда не будет проблемы с работой. Потому что, как бы нам не хотелось, население в любом месте стареет, особенно в Минске, а предприятий много. Поэтому человек может жить в Дзержинске, как на курорте вы здесь живете почти, на высоком месте, ближе к Господу Богу. В любое время вы приедете в Минск для того, чтобы работать. Как мы живем? Не всегда правильно. Как и в анекдоте в этом, а иногда, если правильно, то зря. Я не хочу сказать, что мы зря живем, но не всегда правильно. Мы не заботимся о себе. Отчасти это связано и с тем, что у нас здравоохранение бесплатное практически, но не так, как на Западе. О здоровье заботиться не надо. Надо. Если каждый человек, начиная с ребенка, будет заботиться о своем здоровье, ну хотя бы по минимуму, не надо будет в аптеку ходить и в больницу. Но и для того, чтобы вы не ходили по аптекам и по больницам, и не только вы, но по всей стране, мы строим центры здоровья. Когда-то мною было предложено в каждой школе иметь спортивные объекты. В каждой школе, особенно на селе, в городе еще туда-сюда, а вот в каждой школе стадион, прочее сооружение. Уже во многих школах мы построили даже бассейны, такие, как у вас. В агрогородке люди приходят, и главное, дети родителей ведут в бассейн и на эти спортивные площадки. И там, где родители помоложе, первый, второй ребенок, они с удовольствием ходят и занимаются спортом. Но это хорошо в каждой школе, но и нужны вот такие центры. И в каждом районе спрос на такие центры большой. Люди хотят особенно, чтобы был бассейн. Вот мы и решили закончить строительство. Около двух лет, ну не совсем много по времени, молодцы, построили хороший физкультурно-здоровительный комплекс. Это для того, чтобы мы жили не зря, для того, чтобы мы заботились о своем здоровье. Ну и самое главное, для того, чтобы дети наши имели возможность заниматься спортом. Я буду очень рад, если со временем услышу, что чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр придут отсюда. А это все возможно. Самые крепкие люди в районах, в таких районах, как Держинск, Держинский. Поэтому я желаю вам успехов. Сегодня мы открываем этот комплекс. Я думаю, губернатор у нас молодой человек, спортивный. Он будет придерживаться этого стиля. И в течение следующей пятилетки в каждом районе мы будем иметь такие комплексы. Немного у нас районов, где таких комплексов еще нет. Поэтому мы их должны построить. Это фабрика здоровья. И я желаю вам самого главного здоровья. Все остальное купим. Ну а теперь настал торжественный момент, уважаемый Александр Григорьевич. Мы просим вас открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в Держинске. Новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» готово принять воспитанников и поселителей. Вот что за последнее время. Старые дороги, Михайлович, Узка, Ваниполь открыты. Сейчас мы встроим в Мязель, в группе «Листовка». И в принципе, ваше получение мы раньше, в патилетке, сделаем, чтобы в каждом районном центре был спортивный объект. Плюс к этому мы... Это будет здорово. Если руководитель здесь этим будет болеть по-настоящему, дети будут здесь заниматься. Ну и как обычно здесь все, чтобы мы сегодня, наверное, не посмотрим. Тренажерное зало, единоборство. Все необходим. Все необходим. Для того, чтобы базу заложить спортсмены, здесь все есть. Добрый день. Все колено болит? Ну бывает, бывает. Вот как я в 10 классе, играя за команду, тогда и за колхозы играли, упал на левое колено и через 30 лет аукнулось. Ну сейчас уже аукнулось. Да? Ну да, вот так и у вас. Самый тяжелый вид спорта у нас с вами это футбол. И травматичный. В хоккей это не менее травматичный? Нет. В хоккей это самый, наверное, нетравматичный. Серьезно? Да. Потому что там, ну тебя могут там припечатать к борту. Вот они страшно. Сейчас борт делают такой, знаете, он может отклоняться. Поэтому это не самое страшное. Самое страшное это кости, колени, суставы. А это самый травматичный теннис. Ну вы молодцы. Бегайте, вот занимайтесь зимой и летом. Теперь придется. Добрый день, Александр Игоревич. Ты еще веришь. Александр Игоревич, то, что вы играете прекрасно в хоккей, великолепно. Мы знаем. Нет, прекрасно. Мы видим и знаем. Это не преувеличивает. От души, честно говорю. Я говорю, топчусь там на... Но вы прекрасно играли в футбол. Я в футбол лучше играл, чем в хоккей. Играли прекрасно. Я это помню. Вот это... Это на Динамо мы идем? Это Динамо, 15 октября 1996 года. Вы со студентами. А мне посчастливилось участвовать в качестве судьи. Я во дворец независимости. Александр Игоревич, есть просьба, прежде чем открыть наш матч среди ветеранов, сделать начальный удар. Я могу. Ну, так вы же дальше играть будете, нет? Да. Затом мы будем играть. Кому я? А, губернатор упал. Кстати, Актер, осталось на памяти. В каком вы играете? Здесь? В каком вы играете? Я вам завидую, мужики. Я завидую, искренне, молодцы. С вашего позволения, общее фото с ветеранами, если можно. На тракторе играли. На тракторе, вот. Где только мы не играли с мужиками. Спасибо. Живите долго, здоровья вам. Спасибо, и вам тоже. Подарок, символ Дзержинска. Изъемная часть, 1146-й. Дзержинск, как вам, как человеку, который Беларусь охраняет на всех напастях. Вот такой подарок. То есть меч Александра Невского, защит Дзержинского. Дзержинского, да. Виталия Николаевна, вот мы с губернатором договорились, он же не ошибнул, но мы все пропадали. Надо его в Дзержинске найти место, поставить. И пусть знают, что я их буду тоже защищать. Мечу оставляю и подарю Дзержинскому. Мы идем там на лучшее место. Да. Осталось только одно. Осталось только одно спросить у вас. Какие у вас камни выгрузки? Я знаю, что вы еще не все сделали, но вначале поможете. Очень бы хотел, чтобы вы подключились к наведению здесь порядка. Все-таки столица, город Слупник. Поэтому подключайтесь, живите долго, здоровье еще раз. Занимайтесь спортом здесь. Прекрасный зал. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Пойду полетаю, посмотрю, что у вас в области. Я переживал, что этот ураган нам нанесет большой ущерб, особенно посевам. Ну, Бог пожалел нас. Отдельные поля есть, которые он немножко по нашей глупости подмял, где там влажность больше, лишних удобрений, лишних бросили в Дзержинске, в богатые предприятия. Вот он нам немножко и примял посевы. Ну, нормально, жить можно. Если все будет хорошо, помогите сельчанам. Дзержинску нет, соседним может районам, потому что у вас хозяйство тут крепкое. И Дзержинка, и вот так горьи были, ну, и ребята хорошие возглавляют. А вот где-то плечо подставить, особенно механизаторы, такие вот крепкие, как у вас мужики. Я всегда с удовольствием ехал в город, когда работал на селе. И приглашаю мужиков хорошие. Десятилетиями у меня работали и сотрудничали с ними. Они здорово помогали. Ну, и наши тянулись сельчанами за ними. Поэтому, если нужно будет помочь, вы помогите. Спасибо вам. Живите долго. Спасибо! 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 Спасибо!